Снова всем welcome! Это снова я, Дэнзи Пей. Мы сегодня находимся на барбеки площадке. Хорошая погода, не жарко, не холодно. Единственное, небольшой ветерок, поэтому извиняюсь за звук. Расскажу немного про ситуацию со страховыми компаниями в Японии, как они работают, почему следует нанимать юриста обязательно в любой спорной ситуации. И вообще в целом расскажу детали о том, что со мной произошло. Как вы можете, все знаете, я попал в ДТП буквально даже два года назад, уже считаю, 2022 год. И там серьезное ДТП было, то есть у меня сломана нога была, повреждено плечо, и сломан большой палец на левой ноге. После этого я пролежал в больнице где-то 40 дней и проходил курс реабилитации. Я до сих пор еще полностью не восстановился. И могу рассказать, как вообще это все дело происходит. Начнем с того, что во время, еще когда я лежал в больнице, ко мне приходили из страховой компании, именно ответчика, именно этого водителя, виновника ДТП, таксиста. И спрашивали, как там восстановление идет, вообще какие там, что нужно, может быть там вопросы есть, там еще что-то. И принесли мне схему ДТП, где на ней нарисовано, что якобы я ехал по первой полосе, то есть он ехал по второй, и вот когда он перестраивался, он меня сбил. И в данном случае по умолчанию он виноват на 80%, а я виноват на 20%. Но там существуют некоторые особенности, такие как, например, если кто-то из нас превесил скорость там на 15 больше километров в час, либо же кто-то резко затормозил, либо же не включили поворотник. И вот в данном конкретном случае у меня таксист не включил поворотник. И не включение поворотника, это дополнительные 20% к его вине. Соответственно, у меня должно быть 0, а у него 80. Но страховая компания не стала в этом особо разбираться, и просто написала по умолчанию 80, и ему, таксисту, и 20% мне. При этом они начали уже какие-то выплаты производить, то есть пострадавшей стороне, как мне, и исходя из того, что 20% они, соответственно, удерживали. Но после того, как я обратился к юристу, он мне объяснил, что мы можем это оспорить, потому что у тебя ситуация другая, и надо кое-какие вещи сделать. Первым-наперво он меня попросил взять копию дела в Министерстве юстиции, в прокуратуре местной, в Шинджику там есть. Даже не в Шинджику, она около Императорского дворца находится. Взял я копию моего дела по ДТП, где полностью были написаны все показания свидетелей, то есть все показания мои, таксиста, а также заключение самого полицейского, который был на месте, оформлял ДТП, где и я, и таксист в том числе подтвердил, что да, он не включил поворотник, он не убедился в безопасности маневра, и тем самым при перестроении он меня сбил. И полицейский это тоже подтвердил в своем отчете, что да, действительно, я то же самое сказал ему. И он написал, что вина таксиста, при этом как бы очевидная, 100%, это он виноват. Но страховая компания, как бы, возможно, она и не читала это, а возможно, она просто не захотела это читать, потому что она понимала, что в этом случае, если окажется, что он не включал поворотник, то придется мне уплачивать на 20% больше. Это вот одна особенность. Вторая особенность, соответственно, что я еще сделал. Также после того, как я получил эту копию этого дела в прокуратуре, я поехал в юридическую контору на Шинджику. Есть специальная государственная контора, которая занимается всеми спорными ситуациями по ДТП с пострадавшими. И вот в данной конторе там юристы, мы вместе с ними сели и почитали все вот эту вот копию дела по ДТП. И они как бы тоже нашли, да, действительно, в этом деле четко написано, что он не убедился в безопасности маневра, не предупредил о маневре и меня сбил. Следовательно, ему должно добавлено быть 20% вины, а у меня должно быть 0%. И когда мы также с ними вот этот момент проверили, вы, наверное, можете подумать, ну что там 20%? Это же 20% всего лишь увеличивается выплата. Нет, ребят, выплаты увеличиваются не на 20%. То есть какие-то, да, на 20% увеличатся, но основная часть увеличится в разы. Потому что в Японии так, если человек виновен даже на 1%, он виновен, из выплаты, соответственно, ему меньше. Но если человек не виновен и у него 0%, то выплаты там увеличиваются, ну, как минимум в 2 раза. Некоторые. Это вот одна особенность. Вторая особенность, то, что они мне посчитали за каждый день про, ну, этого стационара в больнице, они мне должны были платить за содержание 1500 йен. Но страховая компания почему-то мне посчитала по 1100 йен. На что юрист мне сказал, что это неправильно с ума. Они не должны были такую низкую указку. И в этом тоже кроется небольшой смысл. Потому что 40 дней я лежал в больнице. И разница в 16 тысяч получается. Между той суммой, которую они мне выплатили, и той суммой, которую должны были выплатить. Еще одна особенность. Это степень повреждения. То есть, например, вот у меня была повреждена нога, то есть колено левое, плечо левое и большой палец на левой ноге. В Японии существует таблица по вот этим повреждениям. Уровни от 1 до 14. Первый уровень это там совсем все плохо. 14 это, ну, легкие повреждения. Вот у меня в моем случае было 12 уровень. То есть, это когда какие-то ограничения в функционале есть. И у меня все три повреждения 12 уровня. В связи с этим, что 12 уровень у всех там 2 и более повреждений, оно переквалифицируется в 11 уровень. То есть, это идет на уровень выше. Но в страховой компании почему-то написали и посчитали по 12 уровню. Хотя в заключении медицинском, вот главврач, кто мне выписывал медицинскую справку и вообще заключение о моих повреждениях, написал четко, что это 11 уровень. Как вам сказать, разница между 11 и 12 уровнем ровно в 100%. То есть, в два раза больше должна быть сумма, а они почему-то написали мне меньше. Также, еще один момент. У них там есть специальная система по выплатам. Например, они как считают? Берут специально, например, смотрят, сколько тебе лет было на момент ДТП. Считают, сколько тебе до пенсии оставалось. К примеру, там, ну сколько лет. В Японии пенсия в 67. Соответственно, мне до пенсии на момент ДТП оставалось примерно 30 лет. Вот они считают, что половину суммы они будут выплачивать в первые 10 лет. И вторую половину суммы они будут выплачивать уже в следующие 20 лет. Соответственно, не всю сумму сразу они выплачивают. Это все как-то делится на определенные периоды. Также там в этом расчете указывается степень потери функциональности. То есть, на сколько процентов потери функциональности. У меня в моем случае была на 20%. В первые 10 лет будет потеря, а на следующие 20 лет будет на 14%. То есть, они рассчитывают, что, ну, как бы станет получше, и я могу уже нормально передвигаться без проблем. Да, это как бы было ожидаемо, и я так полагаю, что они изначально и рассчитывали, что они будут выплачивать по чуть-чуть деньги, а не сразу все. Вот. И еще такая особенность. Когда они, например, что-то вам предлагают, какие-либо там подписать, какие-либо документы, либо еще на что-то там согласиться, там даже по телефону просто. Если вы скажете, да, я согласен, то есть, даже не разбираясь в особом вопросе, то этого будет достаточно, чтобы вообще закрыть все это дело, и вам ничего не выписывать, никакие там дополнительные компенсации. Как это в моем случае было. Мне юрист сразу сказал, что они будут пытаться тебя, ну, до конца твоего лечения через определенную, там есть страховая компания, государственная, Россая называется, все фирмы подключены к ней. Это страхование работников местное. И данные, данная фирма, она, как бы, ну, такая лазейка, как бы, для страховой компании. Они через нее могут, ну, очень большие суммы на твое лечение спрашивать. То есть, например, вот тебе полагается, сколько-то там компенсация. Так вот, они через вот эту вот компанию Россой, они будут пытаться все эти деньги использовать. То есть, например, там, на лечение, на стационар, какие-то операции, дополнительные реабилитации, еще что-то, еще что-то. И там сумма, естественно, набегает большая. Когда вы пойдете со своей страховой карточкой вот этой простой в больнице, будете делать те же самые, ну, как бы, операции там или какие-либо реабилитации, то вы заплатите гораздо меньше, гораздо меньше, чем они бы вот вам посчитали через эту Россой. Естественно, это такая тоже система. Поэтому мне Юрий сразу сказал, что тебе нужно от ее, как бы, от нее сразу отказаться. В противном случае ты получишь намного меньше компенсации, чем должен. Я отказался, я платил сам из своего кармана за эти, за реабилитации, ездил. Но это были не такие большие деньги, это там примерно по 1000 йен за раз, что в целом норм. Со страховой карточкой это хорошее, скажем так, выгодное предложение было. Так вот, что в итоге? В итоге мы уже обговорили определенные там суммы с юристами. И они сказали, что там по итогу, что данная страховая компания, которая пыталась тебе выплаты, ну, написала и посчитала тебе выплаты, примерно на 30-40% занизила их. Примерно так. Ну, в общем, по общему итогу. Что достаточно существенно. И в данном случае они будут их приглашать для того, чтобы, вот, их и меня вместе, для того, чтобы мы сели там за одним столом и, соответственно, договорились, им разъяснили обо всех вот этих вот нюансах, которые они неправильно посчитали. И, следовательно, они будут вынуждены уже платить уже полностью всю сумму. Вот такие дела небольшие, что касается моего дела. И да, я вам так скажу, что юрист очень нужен. Юрист обычно не берет предоплату. Он заинтересован в проценте от компенсации. У меня, в моем случае, там, ну, обычно, да, как я узнавал, они где-то берут от 10, там, до 15%. Но это нормальные деньги. Это в любом случае и вы, и он окажутся в выигрыше. И он в прямом, прямо заинтересован в том, чтобы получить намного больше выплаты вам. Вот поэтому советую всем нанимать хороших юристов и консультироваться с ними до того, как вы дали какие-то ответы уже в страховую компанию. Потому что, если вы что-то там сначала поотвечали и согласились со страховой, а потом пошли к юристу, то, может быть, уже поздно. И данным, данный юрист уже вам не сможет ничем помочь, потому что вы уже подписали или там согласились на какие-то условия. Ну, такие дела. Такое небольшое видео моей ситуации и вообще в целом, как все происходит в Японии. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, ну и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка в описании, где я публикую все изменения о канале и новые видео. Ну все, до новых встреч, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok